Часто можно услышать, что равнодушие и нежелание что-то сделать хуже, чем неудачные попытки предпринять хоть что-то, но иногда тактика в ожидании все же оказывается весьма эффективной. Именно ждать решила бездомная кошечка, которая решила найти себе семью и дом. Ежедневно кошка приходила к частному дому, садилась на ведущую к дому дорожку и просто сидела. Кошка не плакала и не приставала к людям, не пыталась зайти в дом или обратить на себя внимание людей. Она просто спокойно сидела и ждала. Впервые увидев на своей дорожке животное, хозяева дома не обратили на него внимания, ведь в частном секторе уличные коты вовсе не редкость. Когда кошка начала появляться ежедневно, жильцы дома несколько удивились, а через время начали беспокоиться. Кошка все это время не меняла своего поведения, она просто ежедневно спокойно сидела на дорожке и ждала. Через время жильцы дома поняли, что раз кошка приходит к ним ежедневно, стоило бы познакомиться с ней поближе. Как оказалось, кошке нужна была медицинская помощь. Как и у многих животных, живущих на улице, у кошки были некоторые проблемы со здоровьем, хотя и не слишком серьезные. Люди решили, что сразу они помогут кошке и вылечат ее, а потом будут решать, что делать дальше. В планах семьи был поиск нового дома и хозяев для крохи. Спустя пару дней семья поняла, что искать других хозяев для кошечки они не будут. Животное было таким маленьким и слабым, что первое время его пришлось кормить с помощью шприца, а после укачивать на руках, совсем как ребенка, иначе малышка просто не могла заснуть. Пара дней интенсивного лечения позволили избавиться от насморка, взять под контроль инфекцию глаз и устранить другие последствия уличной жизни. К тому моменту, когда кошка поправилась и подросла, стало понято, что она успела стать членом семьи, и искать ей новых хозяев никто не будет. Так кошка получила имя конфетка и у нее началась новая, счастливая жизнь. Спасибо за уделенное внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий. До новых встреч!